Привет всем, друзья! Сегодня вы услышите о гениальных правилах пяти. Правила пяти почему, правила пяти пальцев и правила пяти часов. Это уникальная информация, и очень многие не слышали об этих правилах. Инстардинг представляет Золотые правила пяти Правила пяти почему Основатель компании Toyota, Sakiti Toyota, постоянно пользовался правилом пяти почему. Во всех непонятных ситуациях он использовал этот метод, и тот ему всегда помогал. Давайте рассмотрим это правило на простом примере. Допустим, вам хочется новый телефон, хотя со старым нет никаких проблем. Спрашивайте себя, почему я хочу телефон? Это первое почему? Отвечаете, потому что у всех уже новая модель, и мне нужно соответствовать окружающим. Окей, тогда второе почему. Почему вы хотите соответствовать окружающим? Ответ, потому что хочу, чтобы меня не считали неудачником и считались со мной. Третье почему. Почему вам нужно, чтобы с вами считались? Ответ, потому что я чувствую себя плохо и не уверенно, когда это не так. Четвертое почему. Почему вы чувствуете себя плохо и не уверенно? Ответ. Потому что я никак не могу реализоваться в жизни и топчусь на месте. Пятое. Почему? Почему вы не можете реализоваться в жизни? Ответ. Потому что я занимаюсь тем, что мне не нравится, и меня тошнит от моей работы. И вот теперь скажите, при чем здесь новый телефон? Сакити Тойода научил, что в ответе на пятое «почему» и кроется первопричина, которая на первый взгляд не просматривается. Пятое. Потому что выводит на свет то, что скрыто. Это очень действенный способ проверить, что ты на самом деле скрываешь, в чем боишься признаться даже себе, чего ты действительно хочешь и что на самом деле просто мишура. Таким образом, люди обращают внимание на симптомы проблемы, а не на корень. Когда пусто на душе идут покупать ненужные дорогие вещи, чтобы удивить тех, кто им не нравится. Когда у людей проблемы с деньгами, они берут кредиты. Когда устали, идут в бар, чтобы отвлечься. И результат такого лечения симптомов кратковременный. С каждым разом приходится увеличивать и увеличивать дозу. Это ловушка, в которой люди так и остаются несчастными до конца своих дней. А нужно всего-навсего заглянуть в себя. Нужно излечить корень проблемы. Правило пяти пальцев. Правило пяти пальцев, предложенное Лотером Зайвертом, является простой и доступной техникой, в которой за каждым пальцем руки закреплен один из контролируемых параметров качества достижения цели. Достаточно лишь посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названия пальцев вспомнить параметры, на основании которых осуществляется контроль. М. Мизинец. Мысли, знания, информация. Что нового я сегодня узнал? Какие знания приобрел? В чем возросла моя компетентность, усилился профессионализм? Какие новые и важные идеи сегодня меня озарили? Б. Безымянный. Близость к цели. Насколько я сегодня приблизился к цели? Чего я достиг? С. Средний палец. Состояние духа. Каким было сегодня мое преобладающее настроение, расположение духа? Что было связано с положительными эмоциями и высокой мотивацией? У. Указательный. Услуга. Помощь. Сотрудничество. Чем я сегодня помог другим? Какую пользу дал этому миру? Познакомился ли я с новыми людьми? Улучшились ли мои взаимоотношения? Б. Большой палец. Бодрость. Физическое состояние. Что я сделал сегодня для моего здоровья, поддержания моих физических сил? Что позволило отдохнуть, восстановить силы? Что сделано сегодня мною для поддержания здоровья, физической формы? Этот компактный и удобный метод дает возможность быть постоянно в фокусе, быстро и качественно проконтролировать, как прошел день. Анализируйте итоги дня. Контролируйте приближение к целям, и вы обязательно их достигнете. Правило пяти часов. Знание – это новое золото 21 века. Развитие технологий значительно опережает развитие старых, традиционных методов обучения. Быть на шаг впереди становится все труднее и труднее, особенно в условиях современного темпа жизни, когда конкуренция за каждую минуту чрезвычайно высока. Выход один – самообразование. Вы должны постоянно узнавать что-то новое, искать способы повышения своей компетенции, причем не только в рамках основной специализации, но и за ее пределами. Межпредметная интеграция – это еще один тренд современного мира, который зачастую приводит к потрясающим результатам. И это не только требования современной эпохи. Все великие люди постоянно занимались самообразованием. Из 200 опрошенных миллионеров 67% не смотрят телевизор, 86% из них ежедневно читают книги, а 63% слушают аудиокниги. Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Илон Маск, Уоррен Баффетт, Дэвид Рубинштейн – все эти люди прославились не только созданием крупных компаний, но и тем, что они очень много времени посвящают самообразованию. Что такое правило пяти часов? Правило пяти часов – это система постоянного самообразования, которая заключается в том, что вы должны выделять не менее пяти часов в неделю на обучение, размышления и эксперименты. В классическом варианте это значит, что каждый рабочий день вы один час занимаетесь самообразованием. Именно по такой схеме действовал выдающийся американский политический деятель Бенджамин Франклин. С учетом того, что в неделе есть 112 рабочих часов, 8 часов на сон, то это всего 4,4% от всего времени. Учтите, что на еду мы тратим не меньше. Пять часов в неделю для развития вашего мозга – это самый минимум, как обязательные гигиенические процедуры для тела. Три ключа к самообразованию. Чтение. Как мы уже упоминали, оно сыграло огромную роль в жизни многих успешных людей. Теперь ваша задача – внедрить себе привычку читать каждый день. Составьте список книг, которые помогут вам развиваться в вашей сфере, и выделяйте на них не меньше 20 минут в день. Это совсем не сложно, даже при самом загруженном графике. Благодаря наличию электронных книг, вы можете читать где угодно и в любой подвернувшийся момент времени. Заведите блокноты, делайте туда пометки. Краткие конспекты, интересные мысли, ваши личные вопросы, замечания и идеи – это очень пригодится вам на следующем этапе самообразования. Обдумывание. Всю полученную на предыдущем этапе информацию важно не просто запомнить, но и проанализировать. Обратитесь к своим заметкам, сделанным при чтении, и поразмышляйте над ними. Поищите дополнительные данные, если остались какие-то непонятные моменты. И самое главное – ответьте себе на вопрос. Как именно я могу применить полученные знания в жизни? Это важный момент, ведь от него зависит, получите ли вы реальную, практическую пользу от чтения. Экспериментирование. Одним из секретов успеха Google является то, что в своей работе они исповедуют принцип 20% time. В соответствии с ним 20% рабочего времени сотрудники могут выделять на экспериментирование и реализацию своих идей. К примеру, именно так появился крупнейший в мире почтовый сервис Gmail. Как чтение и обдумывание, постановка опытов – это один из важнейших способов познания окружающего мира. В результате эксперимента вы дополняете теоретические знания чем-то реальным, имеющим подтверждение на практике. Обратитесь к идеям, которые возникли у вас в процессе чтения и анализа, и подумайте, как можно реализовать их на практике. Правило пяти часов – это такая минимальная планка, которую вы должны себе установить для самообразования. Конечно, только если вы хотите добиться действительно серьезных успехов. Нельзя приклеить к гусенице крылья и заставить ее летать, как бабочку. Она должна измениться изнутри. Каждый день прокачивайте свой разум и тело, становясь лучше себя самого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова